Вы знаете, это большая статья в «Политика», которую многие обсуждали. Ну, фактически она хронология контактов различных там лидеров Запада с Путиным последний год перед войной. Где там Нулан, Бёрнс и многие другие, есть какие-то НАТО, многие другие рассказывают о том, некоторые сенаторы, как они с ним общались, как они пытались ему рассказать о том, что эта война будет катастрофой для него прежде всего. И как он реагировал на это? Понимаете, с одной стороны, можно подумать, что он реагировал как абсолютно неадекватный человек, но с другой стороны, есть такое ощущение, что он был убежден, что пятая статья – это фикция, что Запад настолько труслив, не готов к войне, не готов к защите чего-либо, каких-либо ценностей, что он промолчит и никак не отреагирует. И у него был, слава богу, опыт, вернее, не слава богу, а у него был опыт 2014 года. Как вы думаете, сейчас он при том же мнении, он тоже считает, что нет пятой статьи НАТО по факту? Или все же он понимает, что он попал какую-то не в ту историю? Нет, конечно, ничего не поменялось. За год этой войны я абсолютно уверен, я не общался с Путиным. У меня нет никаких сомнений, что его представления только укрепились о мире. И да, конечно, он ожидает, что… Еще раз, расчет, на самом деле, довольно простой. Если мы постараемся взглянуть на ситуацию глазами Владимира Путина, что как бы неприятно, нужно делать в аналитических целях, то расчет очень простой. Он стоит в том, что они просто хапнули не свое. И все это знают. Украина – наша земля. Польша – наша земля. Это не их земля, это наша земля. И никто, естественно, не пойдет за них воевать. Почему какие-то французы или португальцы, голландцы, прости господи, должны умирать за какую-то там Украину или где-то вообще находится. И да, конечно, если правильно спланировать эту атаку на единство НАТО, то НАТО расколется. Да, действительно, есть реальный большой геополитический противник и это Соединенные Штаты, которые не захотят отдавать свою сферу влияния. Все это в термах сферы влияния. Субъектности у всех этих стран, естественно, нет. Они не захотят отдавать. Поэтому нужно дождаться, пока в Соединенных Штатах будет достаточно раскопа по этому поводу, будет выгодное нам руководство. И в этом случае, да, все будет то же самое, что в 1939 году, как французы не хотели умирать за Данциг. Ну вот теперь тогда посмотрим на их способности отжимать. Смотрите, очень часто, да, вот говорят, что там криминальная его составляющая гораздо больше, чем составляющая там чекиста и прочее, и это понятно. Но вот Финляндию и Швецию он проглотил. Дерзкое поведение Эрдогана во время этой зерновой сделки проглотил очень сильно. И у меня такой вопрос к вам. Вот это, на эту бетонную стену, да, или там НАТО, или еще что-то. В его планах такое впечатление, что пока нет броска. Ну, потому что он же промолчал по поводу Финляндии и Швеции. Не преувеличиваем ли мы его вот этот политический, фактически, мочизм, его, как вы говорите, пиратский дух. Вот как-то, знаете, быть и слыть – это как бы все равно разные вещи. Вы справедливо говорите, что когда ты кем-то слывешь, то это, в общем, оказывается частью, на самом деле, твоей стратегии. Поэтому, да, я бы тоже не стал преувеличивать какие-то истерики в духе того, что какая-то совершенно несукрушимая сила движется. Да нет, не движется никакой несукрушимой силы. Но в то же время и перемешать это не нужно. Да, сила накоплена изрядно, честно говоря. Учитывая ту конфигурацию, которая выстроена внутри России, ну и некоторые элементы международной конфигурации. Социолог Сергей Ерофеев некоторое время назад очень правильно говорил, что вообще говоря, ну вот, это часть такой криминальной культуры, что если тебе жестко ставят стену, то ты как бы уходишь, делать видишь, что ничего не происходило. Вот это то, что мы видели в случае с Турцией. Поэтому, да, нет такого, что против этого лома нет приема. Есть прием, конечно, просто он требует правильного подхода к противоположной стороне. Теперь очень интересно, вот, позиция Запада. Все же, знаете, вот в этой же статье, о которой я только что говорила, упомянутой, там есть мнение некоторых экспертов и сенаторов, которые задают резонные вопросы. Они говорят, почему, если Запад понимал уже, с кем он имеет дело, понимал, что вторжение неизбежно, а это уже понимали за год до того, и по сообщениям разведок, и прочее, прочее, почему не стали, не применили санкции сразу жесткие, не дали оружие столько, сколько нужно, и так далее. Потому что ведь мы помним, что последние 10 лет, и это тоже огромная причина, Запад вдруг от политики ценностей плавно, так сказать, ушел в политику интересов, со всеми этими северными потоками и прочим-прочим. Ах, не будем мы никого злить, не будем мы все там лицемерно обнимались. Ну, мы же даже помним по звонкам Макрона. Володя, Владимир, ну что ты, ну как ты? Понимаете, это, ну, там, похоже, так сказать, на жизнь давно разлюбившей друг друга пары, однако их соединяют деньги, ну и они не разводятся, понимаете? Вот почему Запад не среагировал? Может быть, действительно он в какой-то момент перестал ловить мышей, да? И стал очень таким неповоротливым, старым, непонимающим, что его может ожидать. Я намеренно вульгаризирую это все, ну, чтобы было понятно, о чем все-таки, так сказать, жестко стоит вопрос. Давайте там отмотаем на полтора года назад. Во-первых, какой Запад? Запад, как некоторый единый субъект, появлялся в конце 21-го, начале 22-го года. До этого вообще разговоры о каком-то едином Западе, мне кажется, были сильно натянутыми. Владимир Путин организовал себе сейчас Запад, это да. До этого, ну, это были очень-очень разные интересы, часто противоречащие друг другу. Это первое. Второе, когда я говорил про вот этот разбойничий элемент капитализма, да, который, на самом деле, сильно выражен в последние десятилетия в том, что в социальной науке называют неолиберальным поворотом в капитализме. Путин же, на самом деле, не то, что какое-то, там, не знаю, страшное чудище из леса. Нет, он, на самом деле, понял, что эти тенденции объективно существуют в мировом капитализме. Он их не выдумал. Он, скорее, их поймал. Они согласовывались с его личным опытом силовых разборок. И он, в общем, начал их использовать. И, с этой точки зрения, он долгое время находил прекрасный общий язык с финансовыми и политическими ритмами во многих странах мира. И продолжает, кстати, находить. Это тоже не нужно забывать, что и сейчас, на самом деле, в общем, многие вещи не меняются. В Москве уходишь из дома, и масса, не знаю, французских компаний особенно, немецких компаний. В общем, они не считают, что что-то произошло особенно важно. Они продолжают делать деньги. И, с этой точки зрения, Путин понятный партнер. Он особо сильно своих обязательств по отношению к ним не нарушал. Ну, да, правда стоит в том, что он, разумеется, их нарушит, когда его будет выгодно. Но об этом они еще пока не знают. И у них нет особого как-то мотивации смотреть на эту ситуацию в другом свете. И вот в конце 2021 года появляется, ну, на самом деле, вовсе не весь Запад, как вы говорите, а появляется, по большому счету, американское руководство, и говорят, ребят, готовят, что-то совершенно страшное. Что вообще все ваши планы поставят под сомнение. Людям крайне сложно было в это поверить. Ну, крайне. Потому что они вообще об этом не думали, и нет дела никакой у Украины, не Украины. Важно, что есть какой-то хороший партнер, который позволяет тебе делать деньги. Германия во многом подняла свою экономику на дешевом российском топливе. Зачем вообще обо всем этом думать? И вдруг появляется кто-то, кто начинает сверлить тебе дырка в голове и говорить, нет, то, что происходит, это гораздо хуже, чем все, что мог себе представить. Но мы видим, что, по крайней мере, отчасти это имело эффект. Отчасти вопрос еще подвешен. Продолжение следует...